Музыка Ну нормально, Володя, опоздали ненамного Пошли, пошли Хотели в 12, сказали в час сорок Час сорок начали Ну, по-нашему, на сегодняшний мир Первый день Маленький камушек Так, а где тут наш статив? Ну что, с боком? Заходите, заходите! Давай, мочись! Поздравляем! Добивай, добивай, добивай Добивай Все порезали? Да Спасибо Спасибо Стаканчик тоже разбили Стаканчик тоже разбили Так счастье Ура! Глаза Так, вот этот кусочек Не смели вообще сказать мотожек Сейчас дела тоже историю Нет, они сейчас вот Сейчас будут деньги Сначала Выпьет и деньги будут Ну да Здражды Здражды Так, где у нас Хорошая муха? Кому-кому еще? Знаете? Ой Где операция? Передавайте Не знаю, как насчет Работы А обычаи мне не нравятся Ну да А иначе Огонь Все не заладит Сергей Васильевич А где Ваша Ремка? На удачу Хорошок Пусть Господь нам помогает За удачу давайте Электричка Москва Барселона Барселона Отправляется С третьей платформы Я, наверное, живу незаконно Если даже билет не оформил Я, наверное, не буду влюбленным Я, наверное, не буду счастливым Электричка Москва Барселона Пусть несет меня неторопливо Например, это И на самом деле очень приятно Приятно и очень непривычно быть дебютантом в 53 года, поскольку это первый в моей жизни художественный фильм. У нас прекрасная литературная основа, это пьесы Василия Сигарева, «Фантомные боли» и «Детектор лжи». У нас замечательный сценарий Николая Попкова и прекрасная команда. Это две новеллы, две пьесы, которые перемешаны между собой, одна трагедия, другая комедия. В трагедии играют Евгения Лоза, Артем Назаров и Андрей Глушенко. И «Фантомные боли» – это история о большой любви, которая, собственно, и привела к трагедии, потому что главная героиня, Ольга, не смогла пережить потерю героиного человека. Она сошла с ума. А это использовали негодяи в своих целях, которые, так сказать, пользовались тем, что она в каждом, кто одевал очки, видела своего мужа. Ну, очень сложно рассказывать, надо смотреть. Ты что, сучара, бордеться? Руки! Прикидай, вот завтра и придешь, понял? Давай, чеши отсюда, ей помочь надо, а вы пользуйтесь. Ну, чеши, дядя, ты кого застучать хотел? Вова, кто это? Ты сейчас умрешь! Умрешь, врач, понял? Умрешь, ты понял меня? Вот молодец! Да не Вова я, да не Вова я! Дима я! Вот эти трамвайные депо, вот они хорошо смотрятся. Как раз хорошо смотрятся, вот, вот, вот хорошо. Вот это вот. Нет, ну это ты тоже, как бы, возьмешь. Это, ну это в том плане, вот, первым. Да. Верхняя точка нужна. Верхняя точка нужна за забегание этого парня. Не в этот момент. Смотри. Ну, очки вот, бери, взял, ну, надевай. Вот так надо, ну, вовчик, вылезай, а че, че, сейчас, бля, так пойди в журнанчик возьми, там, пешки как-то читать. Да его вернут, что ли, в бытовку, или? Ну да, он может сбегать. Начальство в трамвае все равно не рисуется, что-нибудь такое. Начальство в трамвае все равно не рисуется. Ну да, что-нибудь такое. Или шастает. Нет, в трамвай пойдем. Да, в трамвай пойдем. А чем, о чем вы вышли тогда? В вагончике. А тут начальство сюда шастает. Ты можешь даже усадить его на стул. У нас крайняя точка. Значит, смотрите. Вы достаточно, ну, как вы, выделен, но не сильно. То есть вы меняетесь планами. Почему? Потому что если... Все время, да, вот правильно ты говоришь, Шахтем. Вот так, да? Так, репетируем, начали. Да, возьми, пригодится. Ты кидай, маман, я... Да, Шахтем, стоп, назад. Значит, ты выходишь, ты выходишь и сразу от перила двумя руками. Да, то есть вот такой. А ты его разворачиваешь и журнал, да, вот. Пошли. Ты кидай, маман, я что-то прочувал. Милицией пугала. Вроде как там, типа, групповая ингазина. Ну, в общем, прикрыли лавочку. И как-то Оля куда-то пропала. А недавно, недели две назад, опять не видел. Там раздолбанный трамвай, там начальство не семафорит. Не знаю, там раздолбанный трамвай, начальство там не семафорит. Так что там, придет, что ли? Должна, приди. А что делать-то? Все, отворю. Ну, нет, там текста много. Пам-пам-пам-пам. Да, дурка тащит. Нет, ну это лучше, чем Малин-малин. Нет, я бы как-то сделал, наоборот, не такую. А просто что-то такое на голове и не чувствует. Чуть-чуть. Знаешь, как-то. Нет, давай сейчас покажем. Сказка и деда. Да, сразу через. Вот это вот, ваше. Длинное, не понятно. А, значит, наоборот, колес. Давай. Зачем закрываешь? Там же снимали. Почему? Да, это такая длинная. И уже чайка. Нет, парк не моет. Нет? Нет? Нет. Подожди, смотри. Смотри, смотри, смотри. Длинная. Ну, фата хорошая, но плотная. Не так. Она говорит, нет, не так. Скажи. Ну, значит, если она с этой стороны его обнимает, он должен отскочить туда. Туда, туда, туда. Туда, туда. Там, толпаться. Туда. Ну, а чем это плохо? Да? Потом ты переставишь уже камеру. Так, дальше, следующий, через перебивку, у нас же это 55-я картина. То есть до нее целых 20 картин по сценарию. Мы уже сразу, ты сидишь здесь и ешь. Уже суп налитый, уже хлеб нарезанный. Ты уже сидишь и ешь. Да? Поля пристально смотрит на него, отсюда. Ты сидишь здесь, да? Потом ты протягиваешь руку и прикасаешься к его щеке. Он бросает есть, вытягивается в струнку, напряженно смотрит на тебя. Вот планируешь между этими, естественно, двумя камерами, да, в твое поле. Ты можешь носиться, работать руками и все такое. Обнимаешь его крепче вот так и говоришь, тогда уволься. Он ошалел, он только поступил на работу. В реальной жизни, да? Жень, покажи мне свой грим. В кадре. Света, покажи Женю в свете. Да, я не. Сережа, где у нас эти светы строения? Нет, я их чуть-чуть подвинул, чтобы у нас в отражении было видно артур. Правильно. Так мы сейчас не должны там стоять. Ну, а их сдвинули только что. Ну, что, вы не сюда и кизить, брат, с первого года? Да, мне его кто-нибудь дал. Что? Что не надо? Я не кричу, у меня голос громкий. Давай, собирайся. Ну и дальше что? Вылезь. На, голос. Камера. Камера есть. Начали. Здравствуй, Оля, я твой. Вовчик. Похож. Не останавливай, не останавливай. Задержай, чесай. Что? Чупчик. Чупчик, чесуй. Я скажу, стоп. Стоп? Готов. Ну, по-моему, снято, да? И тогда вот в этих лучах, в этих лучах он пройдет. 57. Если... Да, если 4 дыр, то будет уже хорошо. Больше не надо. Нет, больше у нас приборов нет. А-а-а-а, полторы компенсации. Пойду я картинку оттуда посмотрю. Да, это, да, картинка. Все, бразер. Либо их надо выключить. А можно их выключить, на секундочку? Подожди, вот это желтый? Да. Давай. Попроси выключить. Давай. Ну, запильтруй его. Ну, фильтруй, фильтруй. Ребят, давайте, фильтруйте, фильтруйте майзер. Покажи мне еще раз, еще, этот вагон, который задумлен. Давай, покажи. Ну что, господа. Значит. Свет выключил. Сейчас. Сейчас. Я здесь никуда не ухожу. Не случилось? Ничего, нормально, все, никуда не ухожу. Что там? Диги. Да не так. В профиле. В губы в лицо. В камере в профиле. А, в камере в профиле. Так, ну-ка целуйтесь, губы. Губы, губы. Отлично. Поцелуй вас отлично. Поцелуй вас отлично. Мотор. Есть. Камера. Нет, нет. Половину же просил. Половину. Вот так. Нет, их не видно, их не видно. Вот так. Начали. Я, в общем, теряю. Петяшки пойду подергать. А ты сиди и... Понял? Ну, надо я кстати, Димон. Ты особо там не трещи никому, что я петяшки подергаю. Стоп. Губы сразу же. Оля, рябушка, иди сюда. Смотри, вагоновожатая нырнет в салон, а ты из двери выбегаешь прямо к нему. Да? К тому, который упал. Это ж карте. Смысл того, что через стоп. Мы можем Артёна проводить прямо под трамвоном. И мы можем с камеры... Да, да, через стоп. А вот тогда не нужно, чтобы... Тогда мы можем... Но она должна сделать движение. Калер. Да. Когда скрылся трамвоном... Двери. Да. То есть рвануть к двери и прилипнуть к ней, не выходя. Выйти в салон, в дом, и всё. Или лучше к двери. Давай воду. Да, вода, вода, или прилипся. Вода, давай. Да. Вода, давай. Войди из кадра. Выйти из кадра. На дорожку. На дорожку. Да. И потом войди в кадр. Пройди немного и поскользнись и упади. Да? Да. Комедия рассказывать проще. Главный герой Борис Бызов, который спрятал свою зарплату и забыл, где он её спрятал. Его супруга, медсестра 3-й горбольницы, Надежда Петровна Бызова, приглашает гипнотизёра. Спать! Который вводит его в состояние транса и выведывает, где он спрятал зарплату. Уснул. А попутно Надя выведывает у него все подробности их жизни за 20 лет и выясняется, что много вранья, много фантазии, много, так сказать, чего-то, в том числе и супружеская измена и так далее. Спросите его. Что спросить? Сколько раз изменял? Сколько раз изменяли? Один. С кем? С кем изменяли? С крановщицей из нашего цеха. И про Гамку знаю. Электричка Москва-Барселона Пусть несёт меня неторопливо. Пусть несёт меня неторопливо. Спать! 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 И выясняется, что там подробностей еще больше, еще смешнее Вы спросите, каким по счету я у нее был А, хватит Надежда Петровна, скажите, а сколько у вас всего было мужчин? О, это грамота Двадцать один Сколько? Надежду Петровну играет Люба Руденко, Борьку Бызова Игорь Томилов И Николая Николаевича Лебедева играет Евгений Воскресенский Все необычайно талантливые актеры, радостно было с ними работать Кто просил привязывать мать вашу? Как кто просил? Я просил Просили сделать тормоза Все нормально, едет, едет, все хорошо, все хорошо Уже все есть, тихо, все убрали спокойно, все есть на месте Так, а ты говоришь, вот Вот, мы ведь вас чего вызвали? По делу Надо, чтобы вы сделали гипноз вот этому чучелу Чтобы оно вспомнило, куда деньги делаю Ведь это же возможно, да? Ты что, для здоровья? Да Что, в нашей клинической практике Очень высокий процент в здоровье Начали! Вот Мы ведь вас чего вызвали? По делу Нужно, чтобы вы сделали гипноз вот этому чучелу Чтобы оно вспомнило, куда деньги подевало Ведь это же возможно Вот Дальнейшая беготня При таком тексте Нелогично Что, побежали? Да, потому что Либо Либо Этот самый Спорик должен себя, наверное, распалить больше Да уйди ты от меня, знаешь Пошел, да Такой вот Я имею в виду, что ты играл роль доктора С перемещениями вот туда Отсюда Вот прям, выходя на крупный план, знаешь А я же не вменяемый человек Вот, так, да Потом пошел сюда, сел Поставил портфель Достал это Дискутируешь с ней А ты тоже так перемещаешься Вот Вот по радиусу, да Между этим Выходя вот сюда И потом Выходите вот на эту вот сцену Когда Читать хочу, да Она из кухни выходит Пошли Захлестом Идем с захлестом Проговорите вот тот текст Который вы говорили Из кухни выходит Я не понял И только там И нам в третьей городской полиции Николай Николаевич Мы с вами коллеги Да Коллеги, да Я не понял Я не понял Я не понял А че это вы здесь делаете? Видишь? Ты знаешь Что это будет хороший Финал этой сцены У нас, наверное, когда он еще встал Можно было бы тоже сдать Я не понял Не понял Че, 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 че Не, ну это будет Ну это за кадром Можно было бы Три раза тогда получается Ага Платье как А если она отпускает И начинает его пить плачко То он маленький Такого большого странца Здравствуй Поединение, как думаем Удержит Не, отпускает он падает сюда Ну понятно Ну да Актеры в кадр Так, вот Замер С крановщицей Так, стоп Ребят, ребят Стоп Знаете Надо больше вопросов Спросите Что? Сколько? Что спросить? Сколько раз? Что сколько раз? Что сколько раз? Иначе получается Раз-два Давай Так, встали Так, спросить его Приготовить мотор Сейчас, сейчас, сейчас Чуть его немножко Двинь, чтобы так сильно Все, все Есть Вот так Смотри Вот, смотри Можно Сейчас, секунду По стопу посмотрите Так, по общему плану Олег говорит, что было Был так Ну вот так Нормально? В кадре было вот так Ну хорошо Так или не так Непонятно Ну не важно Будем считать, что так Мотор Камера Есть первая Есть вторая 67, кадр 1, 2, 2 Начали Стоп Еще раз голову Командуем Отвыкните голову Начали Начали Раз Фиксируйте Два Стоп Женя, ну че Ты тормоз в школе Да 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 Давай, давай, давай Не останавливаемся Дальше идем Не пьем вместе с ней Тогда выстреливай Боты, давай, иди Собирай вещички Вот тут я ему чемодан достану Ребята Давай, собирай вещички Да, можно Да Да Я собираю вещички Вали давай Рановщице своей Давай, иди Раз нехорошая я Я тебе говорю, ты понимаешь, что будь действеннее, если я тебе достану чемодан Стань, чемодан достану и кресло туда Так я же чемодан, ты уже ему выпишу Нет, ну вот я все-таки думаю, что ему надо достану Да, и что мы, на чем мы заканчиваем? Мы делаем стоп Первый раз в его подъеме, да, когда отстает Сначала расскажи мне, вот что тут Они бегут по крыше Все трое Все Ты понимаешь, в чем дело? Мы сейчас должны сделать, что они наоборот бегут Сначала Любка, потом Борька И они сюда сбегают И говорят Слушай, где этот доцент делся? Куда он делся? И побежали сюда По пустой крыше В это время с блаженной улыбкой Спускается Николай Николаевич оттуда Сразу там родные мои Они его усаживают в кресло Везут, значит Почему наоборот? Нет, почему сначала Любка, а потом Борька Они же бежали наоборот По логике вообще На крыше должен появиться первым Николай Николаевич А ты развернул сейчас все с точностью Да, он стукнулся башкой Ну хорошо, он стукнулся где-то там Он от них, предположим, как-то убежал Стукнулся и хорошо А этих должны тоже в последовательности Выбежать, как они бежали? Мы можем картинку разворачивать Вот такой плоскость Ну, так я и хочу Я понимаю Все, что происходит с Николаем Николаевичем происходит на этом участке Все, что с ними там Но убегать, убегать Они должны, естественно Смотри Если ты помнишь Они в квартиру вернулись Николай Николаевич последний вернулся Правильно? Ну, то есть, значит, они его не нашли Они его не нашли Еще раз мне покажите картиночку Сергея Владимировича Валерий, пойдем туда Выйдем из меню, отпустим камеру Вот так, да Валер, подними меня выше, Валер Ну, такие два хороших санитара Борька и Надька Они сползают И видят крышу пустую С той стороны А Николай Николаевич У него райские кущицы А что ж? Сдурел и сдурел до конца И вот это вот сделает Лицо такое сделает Как он, знаешь, фотография такая Альберт Эйнштейн Орите, орите больше Николай Николаевич Валерий, а ну вернись сейчас же Николай Николаевич Пустыру Я сказала Ты что, сдурела, алкаши Оставь человека в покое Я кому сказала Ой, мамочка Ой, боюсь Ой, завернись Ой-ой-ой-ой Поехали Пробуждаешься Мотор Есть Камера Есть И убегаешь по прямой прямо Где этот Доцент Нет Вызов Митрош Академика Митрош Академика Беги, 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 беги Сколько сможешь туда? Берите Берите, я его не вижу Ну, потому что он так бежит Убегаем Все, стоп Действия происходят в одном провинциальном городке В городе Энн В 2005 году Я могу вообще надеть черный свитер и черную кожаную кожу? Черный не надо Свою рубашку Может, могу Свет, там микрофон на пенжачке Аккуратно Сними его В смысле Сейчас-то может быть Так, оказывается Пошли, да? Да Причем можно и снизу, и вверх Начали Женя пошла Не, не, не Женя, сложнее Стоп, стоп, стоп 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 Начали Это команда для Жени Лозы Она идет Сережа, мы начинаем фразы Мы начинаем говорить На фразу Лозы мы умолкаем Столкнувшись с Лозой мы умолкаем Но мы начинаем говорить И нас Надо снимать одновременно Лозу и нас Можно у нас разобрать, камера? Камера Есть 2, 3, 4, 5, так это 4, 2, 2 Начали Что это было? Это что, это трагедия или как? Ничего Давай крупнее Что? Ты мне как-то гируешь, просто мишу, один в один Добрые крысы в белые руки Это что, трагедия или комедия? Это Трагедия Почему? Лекомедия Пить меньше надо Что? Тут, 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 а Малдеть Слушай, там Пересечение Характер А вот это что? О, смотри Отдам добрую крысу в белые руки Это что, трагедия или комедия? Я думаю, это трагедия Почему? Пить меньше надо С кем? Ну, с тем, кто это написал Кто? Кто? С тем, кто это написал Вот то, что мы закольцевали трамвай в конце, да? И показали, что жизнь все-таки движется по кругу И Два символа Это кольцо трамвая И Игру на шарманке Которая тоже предопределяет круг Имея в виду, что Все в жизни повторяется Все предопределено Все Испокойный веков И Господа Богом И жизни И так Перепределено Что мы идем И вот это Хотелось бы Продвигать Повтор Повтор Поехали Чудо поверьте И вы Спаси вы Все на планете Меняется Быстро Лишь Возвращаются Детские сны На выступления Родячих Артистов Входят волшебники Грустик Законит Где наша Радость Никто не Ответь Есть У жарманки Печали Минозит О, Везьянки Счастливые Эти Чудо Ночный свет Нам не За Счастливые Антон Старый Шарманки Счастливые Ночный Счастливые Ночный В будущем Вет Будто Смотрели Где Нет Больше Счастливых Вет Ночный Ночный Счастливый Как в нашей жизни все переплетено, комедии и трагедии, так и в данном фильме переплетено все. В этом смысле эта работа здорово отличается от предыдущих моих творений, в связи с тем, что последние два года доводилось делать все больше вещи, боевики, детективы, где стреляют, убивают и наверное за последние три или четыре года это первая работа, в которой нет ни одного выстрела. Ну, хотелось бы отметить, наверное, что особых каких-то побед операторских здесь нету, но есть пару интересных вещей, которые мне было интересно, так как я это делал, ну скажем так, по-серьезному впервые, теоретически я имел представление о том, как это делается. Это мы воссоздавали дождь, задача была не просто как бы воссоздать дождь, ну известным там традиционным способом, не буду рассказывать, а задача была в том, что там еще человек бегал под дождем на достаточно длинном плане, где на фокусной оптике снималось и приходилось поливать как бы из двух пожарных машин одновременно. Камера, где ты? Мне из этого кадра, из этого положения, что мне желательно его целиком не будет? Да, желательно. Ну очень-очень, очень, 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 что я делаю лицо актера. Его выдернуть как-то, в чем выдернуть как бы ебать. Это будет наоборот, если он будет залетать вот в этот положение. Он будет сядь так не целиком, вот, ну, я не знаю, по коленам. Но это вам ничего не даст. Носки, доски. Не можем это ускорить, потому что у нас тогда человек не будет. Она должна ехать максимальную скорость, чтобы он все глаза будет. Вот это для вас метка. Вот это метка для вас, кстати, метка, а вот это для артиста, да? Это как в состоянии. А с точки зрения каких-то сложностей, наверное, отметил бы я большую часть, к сожалению, этого произведения, ну, оно написано вообще как театральная пьеса изначальной, поэтому ориентировано на постановку на сцене, в сценической декорации. Перенося это на телевизионный экран, мы старались максимально возможными способами все-таки уйти от единства места. Знаешь, такой вариант? Вот немножко все-таки глубиннее растянуть эту мизонсцену, чтобы они поработали вот сюда с выходом, может быть, ну, не совсем на крупный план, потому что мы просто достаточно низко стоим, поэтому это будет нехорошо, они будут вот так вот. Но вот чтобы немножко поработали вот так, вот тогда вот, может быть, да, ну, лучше монтажный... Ну, да, они там... Да, они толкутся на двух квадратных метрах, понимаешь? Попытка максимально использовать воздух за счет А, или движения камеры, или Б, за счет движения актеров, то есть какие-то глубинные решения мизонсцен, ну, вот эти два способа, не знаю, посмотреть, насколько нам это удалось сделать. А попробуйте последнюю вот эту свою позу, как рабочие с колхозницей. Нет, я имею в виду последнюю позу, когда он уже упал. А, чего тебе там мешало? Скажи мне, не разумею. Вот эту, вот эту подвинь, вот сзади тебя, повернись назад. Ой, я боюсь, я не буду. Возьми фраму, вот эту форточку. Они же будут стоять. Форточку. Они же будут стоять. И двигай чуть туда. Вот туда. Антенны показывают направление движения. Ну, ты сейчас-то не пугуешь, ребят. Намек такой. Пала! И вот теперь у тебя все должно уйти. Да, чуть-чуть. Я не придумала. Я с 8 лет в кино. Я знаю про себя все. Что я его хватаю, он уже даже не взглядывает. И лучше, чтобы самосы влезти. Потому что перевод полностью изменит. Да, да, да. И что тебе делать? Да, да, да. Хорошо. Вы вот все-таки помните о том, что камеры вот там, а не... Да, все много спиной. Все-таки развернулись. Вы почитали? Вы вот отвернулись от этого и разговаривали? Правильно. Вот такая вот. Ну, хорошо. Здесь будет. Аня, тебе, наверное, не стоит этого делать. Трогай. Если паны моются. Отходите где-то в среду. Вот тут. Приготовились, пожалуйста, к съемке. Давай. Я всех пересечаю. Я не знаю, что было. Вот что это было. Это что, трагедия или там ничего? Черт его. Ты же готов? Что ты, Палет? А ну, вернись сейчас же, Николай Николаевич! Я сказал. Вызов, ты что, сдурела, алкашитра? Оставь человека в покое! Я кому сказала? Ой, мамочка! Ой, боюсь. Ой. Вот здесь мы сли. Ну, когда слезаешь, как-то. Не знаю. Ну, мне слезаю, а я нет. Ну, давай, мне надо куда-то мне... А куда ты ходишь? Здесь, Меша, я... Медленнее! Очень хорошо! Очень хорошо! Девочек не показывают, как идет панорама. Пейзаж какой-то наплывает. И к концу проигрыша выходим на них и на бокал. А вот смотри, сейчас мы выбираем на этот дом, и он будет абсолютно не Москва. Миша, мне хватит уехать. Нет, Миша, слева направо было бы выворачивать. Вот сейчас мы хотим выехать. Вот там вот... Пусть держит их. Миша, покажи их сейчас. Тихо, покажи. Миша, покажи. Миша, покажи. Все, что стоит на крыше, все закуплено и постало. Начиная от деревяшек, кончая живностью. Крыша была пустой. Делать пришлось все. Зелень, которая в грядках тоже закуплена. Сереж, где у нас будет операторская база? Я надеюсь, не здесь, а вы уже сделали. Потому что там одна дырка, либо я ее даю. Давай мы сделаем муляж на дно. Она через меня переедет. Идет человек, едет трамвай. Это очень далеко трамвай. Нет, он может и близко будет. Он падает, я вижу отсюда плейбер. Он падает, да? Ты съезжаешь на его ноги. Что они лежат на рельсе. В это время мы кладем... Никит, подожди. Кладем муляж. Одеваем штаны. Падим. Кладем. И ты поднимаешь камеру, едет трамвай и переезжает ноги. Тогда это будет естественно. По тексту так, что ему ноги отрезало по кубу. Значит мы... А как? Ну он же реально не переедет? Реально не переедет. Он переехать может, если мы сейчас возьмем штаны на объемах и сделаем как бы муляж. У меня важно не переедет эти штаны. Значит надо снимать с той стороны, что он переезжает. Переезжает, переезжает. Штаны переедет. У него симптом. То есть он раздавит эти штаны? Да. Конечно. А потом мы кладем туда актера. Он поджимает коленки и рожу корчит. А больше никак я не вижу. Ты предложил другой вариант. Ты предложил туда, обратный ход. Да. Выдергиваем его. Мне это понравилось. А нам не хватит одного микрофона на нем? Чего? Одного микрофона на нем не хватит. Ну будет плохо. Она сейчас плечет. Вы пока репетируете с этим. Да, мы с одним микрофоном. Давайте завернемся. Смотрю, 55. Чего так? Ну правильно, вот 55. Ну и все, вот это я поняла. Что это было? Я слышал. Это что? Трагедия? 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 Ну ладно. Верка, ты что нас пугает? Верка пришла на настроение бродить, а? Да. Я иду думаю, кто-то есть. По идее никого не должно быть. Целый год это смех. А тут что, срок кто-то есть? Это что, срок кто-то есть. Давайте. За удачу давайте. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok